Полет свойствен не только птицам и насекомым, но и млекопитающим. Кто не знает летучих мышей, представителей отряда рукокрылых. Ну а передвижение по воздуху освоили и звери из других отрядов. Правда, летать по-настоящему они не умеют, а только планируют с дерева на дерево с помощью специальной складки кожи, растягивающейся между передними и задними ногами и превращающей тело зверька в настоящее крыло. Хвост же служит рулем и балансиром. Мы видим планирующий прыжок одного из австралийских посумов, сумчатых млекопитающих, многие виды которых активно пользуются таким типом передвижения. Мелкие посумы могут прилететь 20-30 метров, крупные 70 и даже 100 метров, планируя к подножию удаленных деревьев с высоты около 30 метров. Спасибо.